С меткого попадания в корзину начали игру ученики 15-й школы. Участники школьной баскетбольной лиги среди третьих классов. Кстати, такие игры традиционные для баскетболистов в Соликамске. В основном играют одни и те же школы. И есть свои лидеры, они всегда растут, дети развиваются, игра идет. То есть тренера работают. И сейчас, последние первые годы, это, конечно, уже баскетбол. То есть вы видели, что играют в баскетбол, ребята стараются, играют командой. То есть уже более интересный баскетбол. Напомним, школьная баскетбольная лига проходит в рамках проекта компании «Уралкалий» по развитию баскетбола в Соликамске и Березниках. Проект действует уже несколько лет. И сейчас в Соликамске функционируют уже 10 баскетбольных центров. И в этих секциях занимается порядка 400 юных баскетболистов. В этот раз в школьной баскетбольной лиге выясняли, кто лучше владеет мячом ученики школ номер 15, 16, 17 и 14. Так в первой игре ученики 15-й школы одержали победу и обошли 16-ю школу со счетом 42-3. Десятилетний Александр говорит, что они победили, потому что соблюдали основные правила игры в баскетбол. Ну, надо поиграть с игроками, не фонить, муталкаться и дружно играть. А чего ты хочешь добиться в баскетболе? Чтобы быть самым лучшим в баскетболе, забивать очки больше всех и быть капитаном всегда. И ребятам есть на кого равняться в баскетболе, ведь они не только играют в игру, которая стала для них всем, но и находят себе кумиров в этом виде спорта. Скажи, пожалуйста, а есть у тебя какой-нибудь кумир в баскетболе? Да, игрок Рассел Вейсбрук. Почему он? Потому что мне нравится его тактичность игры, еще он очень меткий. Баскетбол для меня – это моя игра, моя жизнь, без баскетбола ей положить. А чего ты хочешь добиться в баскетболе? Успеха, чтобы у меня все получалось в игре. Почти у каждого юного баскетболиста есть мечта – добиться огромного успеха в баскетболе. И пока эту мечту в реальность помогает воплотить проект компании «Уралкалий», проводя вот такие школьные баскетбольные лиги. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль-ТВ».